Привет, друзья! И сегодня мы поговорим о волосах и прическах. Длинные, короткие волосы, кудряшки, хвост, расчесывать, стричь волосы. Как все это будет по-английски, вы узнаете сегодня. Меня зовут Настя, это канал Puzzle English Live. Давайте начнем! Слов, которые можно перевести как прическа, в английском языке даже несколько. Но есть некоторые нюансы, которые отличают их друг от друга. Например, hairstyle, это самое широкое понятие для прически. Hairstyle может быть и женским, и мужским. Hairdo, тоже прическа, но обычно женская. И это слово более разговорное, чем hairstyle. Haircut, это стрижка, и обычно это короткая стрижка. А вот слово, которое не так часто можно услышать, но которое относится к какой-то такой женской, очень замысловатой прическе. Обычно эта прическа делается мастером-профессионалом, и это слово coiffure. И как вы могли догадаться, это слово пришло в английский, из французского языка. А теперь давайте поговорим, каким бывают эти самые волосы. Например, curly hair, это бьющиеся волосы. Kinky hair, это курчавые волосы, то есть это волосы, мелкую-мелкую кудряшку. Long hair, длинные волосы. Short hair, это короткие волосы. Straight hair, это прямые волосы, и wavy hair, это волнистые волосы. Теперь перейдем к самим прическам. Plate или braid, это коса. Ponytail, переводится как хвост. И, кстати, заметьте, что слово ponytail состоит из двух слов. Pony, pony и tail, хвостик. Top nut или bun, это гулька, но не такая, как вы подумали. Честно говоря, такую прическу я никогда не называла гулька, и вообще я не знала даже этого слова до того, как я готовила вам этот выпуск. Я попросту называла его помпончик. Braids, афрокосички. Bob, это боб, каре, ну и вообще так называют любую короткую женскую округлую стрижку. Hair wave, это завивка или завитые волосы. А вот fringe, это челка. А сейчас будет небольшой список, что же можно делать с волосами. To comb, расчесывать. Например, Я всегда расчесываю волосы три раза в день. To cut, стричь. И, кстати, не путайте со словом die, которое пишется вот так, которое значит умирать. А вот слово, о котором мы узнали в 90-е, это Нам нужно немного фольги для мелирования. To wash, мыть. Например, Я мою волосы каждый день. И to dry, сушить. А еще волосы можно закалывать. Знаете, что если с вашими волосами работает мастер-прикмахер или кто-то еще другой, то вам обязательно нужно использовать выражение To have something done. Например, Я вчера подстригся. То есть мы понимаем, что действие совершил не сам человек, не сам себя подстриг, а он пришел куда-то и его подстриг прихмахер. Я бы хотел, чтобы мне помыли голову. И это все выражения на сегодня. Не забудьте поставить лайк этому видео. Нам будет очень приятно. Кстати, может быть, мы забыли какие-то прически и стрижки. Напишите об этом в комментариях. Можете нам прямо задать вопрос, как будет называться та или иная стрижка, если вас это интересует. А для того, чтобы узнать больше слов, выражений, вообще больше всего из мира английского языка, обязательно приходите по ссылочке на сайт Puzzle English. Ссылка будет под этим видео. Ну а с вами была Настя и канал Puzzle English Live. Пока-пока!